В малом драматическом готовиться к премьере Лев Додин взялся, как он сам выразился, за чрезвычайно сложную и подзабытую пьесу Ипсона «Враг народа». Алексей Кобылков побывал на генеральной репетиции. Это большая фиша на углу Графского переулка, улица Рубинштейна. Сегодня вызывает совершенно определенные ассоциации с советским строем, при том, что пьеса Ипсона была написана еще в конце 19 века и, конечно, ничего общего ни с какими репрессиями не имеет, хотя и не менее актуальна. «Враг народа» в данном случае – это обычный доктор в провинциальном курортном городке, который неожиданно заявляет, что местные целебные источники из-за неправильной прокладки труб оказались заражены вредными бактериями, и водолечебница опасна для отдыхающих. После этого он становится врагом сначала для своего брата, который занимает пост мэра и не может допустить, что поток туристов иссякнет, а потом и для всего народа. Нет туристов, нет спроса на торговые изделия. Число подписчиков, дорогой редактор, может сократиться. Число рабочих мест резко уменьшится. Самый сильный человек на свете – это тот, кто наиболее одинок, говорит в финале доктор Стокман. В исполнении Сергея Курашева он кажется одиноким с самого начала, чудаковатый, зацикленный на своих идеях и готовый до конца сражаться за правду. «Заразный я, вся наша водолечебница, свежепокрашенный гроб, полный зараз». На сцене минимум действия, максимум диалогов, которые, однако, никак не рассеивают одиночество доктора и самого Генрика Ипсона. Самое удивительное, что в 1900 году эта пьеса, поставленная на мхатовских подмостках Станиславским, он же в главной роли, вдруг приобрела революционное звучание. «Очень многие не поняли то, что пытался сказать Станиславский, как он сам, не без иронии, не без горячей писал пьесен. Обществу нужен был революционный герой, и что бы он сделал у него революционера, хотя он, мне кажется, и сам он считал, что играет про что-то, а другое. Но играл он замечательно, все говорят. А как это у нас получится, посмотрим». Лев Додин говорит, что сейчас вряд ли можно ждать от какой бы то ни было пьесы, что она всклыхнет массы. Это тогда, в начале 20 века, «Московский листок» писал, день первого представления драмы Ипсена должен быть признан историческим днем в жизни русского театра. Сегодня представление драмы Ипсена не более чем премьера в Малом драматическом театре. Алексей Квылков, Илья Кондратьев, Марата Сульзаде, НТВ, Петербург.